Это замечательно. Заварить чай в чай, подождать там 10-15 минут, потом заварить, потом добавить кипятка, потом на них заварить, потом снова добавить кипятки, это все замечательно, это все прекрасно. Но на все это надо время. А вот для того, чтобы это сделать быстро, для того, чтобы не возиться, как вам будет царь изобарка, которую надо выбросить, отчаянник вымыть, потом с него заварить и так далее, люди придумали вот эти пакетики, но в нашем мире, когда мы бежим сконечко, торопимся, это был замечательный выход. Но, друзья мои, чем крупнее лист, тем дольше он заваривается. Это мы все с вами прекрасно знаем, даже из нашей духовной практики. Вот одно дело варить картошку крупную, она будет варить определенное время, а то если мы ее варим, то она будет варить, значит, быстрее. Картошку в пакете пока не забрели, а чай забрели. А чай забрели. Вот именно для этого и придумали пакетик, в который мелко полезли в тот же самый лист, который скрутили и сделали его крупным для того, чтобы наложить чай. То есть, ждать себе картину. Чайная плантанция. При чайной плантанции составим форму заработок цех или залог и лист непосредственно с плантанции, когда сборщики собрали эти листы. Кстати, в общем, собираем приблизительно до 45-50 кг листа в день. Собираем и не тот же отправляем на этот самый процесс, на завязывание, на комплектацию и так дальше. Так вот, когда лист стал мягкий, гибкий и завязывался, дальше просто, наоборот, одни листы идут на роллер, который аруфеоны на другие части, или же на другие части, этот чай, а другие листы. То есть, вы такие же. То есть, вы такие же. И тут на роллер, которые скручивают и лестними делая его крупные, которые в каком-то каком-то ножчане. Есть разница. Есть. Наверное, только в том, что заваривается быстрее, и в том, что величие полезны. В скользкой заваривается. Но по вкусу получается, а не в результате этих чай. И это какая-то уже идет закругляция. Ну, мы можем поговорить про черный зеленый? Да. Мы со мной уже сказали. А мы уже начали с вами говорить о том, как производится вообще чай. Его собрали, потом его завязали. И в данный момент мы уже говорили, чтобы он там более легкий. Потом его механически скрутили. Или плакание зависит от того, куда этот чай дальше пойдет. А потом его оставили на открытом воздухе. В помещении, вдруг не на солнце. В помещении. Привлюзительно при температуре 28 градусов. А 20-24 часа. Для так называемого процесса ферментации. Ферментация очень большая. Это взаимодействие кислорода с теми чайными соками, которые есть в чайном месте. Чай должен подышать? Он должен подышать, он должен подышать. Но черный чай. Вот тогда он получил черный чай. Я вам говорю сегодня про черный чай. А с зеленым чая, процесс ферментации вообще. Где зеленый чай, процесс ферментации не нужен. Зеленый чай собрали. И тут же высушивают. То есть практически ферментации с зеленым чаем происходят. А вот сушит чай разным. Можно его сушить в печи при высокой температуре. Но есть два способа. Можно сушить в печи. И тогда зеленый чай, если вы хорошо знаете, приобретает такой аромат или запах, вкус. Нужно длинный. Это может быть запах замыли. Например, может быть запах сигареты. Горевые. Важно. А и тогда... Допустим, какой способ остановить. Высушить зеленый чай. Это точно так же удар от температуры, но при помощи пара. И если это медленной пара, то аромат включается совсем другой. Есть запах цветов, есть запах свежести, запах травы. А иногда пара твоих ручки и тогда получается. И тогда получается на известный малыш. Ууууу. Вот. Дельку зима получается. А про фруктовые чайы, да? Про фруктовые. Да. Есть еще белые, кстати. Белые и только почки. Мы же с вами сказали, что мы сейчас собираем пара с точкой почки. Так вот только почка собранная. Не ферментированная, а просто высушенная. Идет белый чай. Фруктовые чай. Про фруктовые чай тоже нужно говорить очень много. А знаете, я вижу, что у вас очень много раздачных друзей. У меня в мастер-классе, она будет более подробно, скажите. Сами? Да. Я не буду сейчас расстоять на это внимание. И хотелось бы сказать все-таки. Я правильно понимаю, что растут чай на плантации? Ведь может быть не сезон, может быть попасть солнца, дожди. Как получается так, что по вкусу чай всегда одинаковый? Ну, я знаю, что я купил вот этот черный чай. И он будет именно такой же, как и вчера. Как это получается? Это получается, с одной стороны, легко, с другой стороны, ночь. Есть такое слово «уваживание». Все его, конечно, знают. Любой чай – это купаж. Для того, чтобы, во-первых, есть две причины для этого. Первая причина для таких объемов. Вы же представляете себе какое количество производителей, и чай, и этого количества людей, весь мир с земной, без шарфеля, и прочее. Это первое. Нужная опера. Второе. Чай – это как любое растение. Он из вода в год разный. Он не тот же самый вкус, тот же сладкий лист. Собран из одного того, что потом из фото смотрят. Все зависит от климата, от количества солнечных, и даже не угодно. Я люблю сюда проводить, например, с морковкой. А так или иначе, бизнес связан с датчиками. Та же самая морковь. В прошлом году была сочная зеланка, а в другом году сухара и виск уже. Почему? Потому что требовала. Не очень, так скажем. И чай – это то же самое. То, что происходит с чайом. Для того, чтобы сохранить, постоянный вкус. Тот же самый вкус, аромат, крепость чая, когда вы его потребите. Производители смешивают чай из разных плантаций, из разных стран. Ну, например, мы хорошо знаем, что чай, который растет в Нижней Индии, он обладает терпостью, горечью, и он дает очень сильный цвет. И мы прекрасно понимаем, что вот этот чай у нас всегда будет отвечать за цвет, за терпость, за горькость, за горькость. То, что, кстати говоря, мы будем использовать. Чай, который растет в горах, более мягкий, более светлый, более... Но, опять, как мы сказали с вами, в зависимости от того, как у нас было лето, чай, все может изменится. И чай уже индийский, уже в этот уголок нам не подойдет, и он будет нам давать какой-то летости, не будет давать такого цвета, который мы уже нашли привезли. Поэтому нам придется делать какие-то летости, и мы будем купать чай. Кстати, чай растет с удовольствием и удовольствием. То есть, в странах, люди, которые находятся в области. У нас сразу вопрос, а кто этим занимается? Выить по кончеину, или выить, ее собирают? Это специальная профессия, как семейная? Да, это специальная профессия, где с закупкой чая занимаются могут закупщики, Но, прежде чем они купят чай, 12 лет. А покупать чай в аукционах в мире всего их несколько. Один живой или безградный аукцион остался в Нарокове, в Кении. Все остальные аукционы электронные. И вот еще один момент. Абсолютно мы все, мы, я имею в виду производителей, покупать чай в одном и том же месте, на них и тех же аукционах. Действительно, локоть к локотью, плечет к плечу. А вот что происходит дальше, это уже искусство божественных, искусство тех людей, которые чай этот собирают. Так вот, чайные тесты, так называемые, пробуют каждый урожай, с каждой фронтации урожай, который получает чайные тесты, отписывают, его помещают в каталог, и дальше экология распространяется среди закупщиков чая. Юниленер – это единственная компания, которая есть в своих тестерах. Потому что она, для того, чтобы поддержать наши качества, недостаточно тех тестеров, которые работают при аукционах. и у нас 50 человек, они находятся в разных планетах, где у нас крупные люди, в которых нужны чайные тесты. И эти люди пробуют чай, и подтверждают, что они не подтверждают, то, что нам сказали на аукционах. И так далее. И так далее. И так далее.